В инспекции Федеральной налоговой службы прошла пресс-конференция. Специалисты отчитались по имущественным налогам за 2019 год. В 2020 году инспекции было сформировано порядка 279 тысяч налоговых уведомлений. Налоговое уведомление может быть передано или получено направлено физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю. Также были озвучены изменения, направленные на снижение налоговой нагрузки. По сравнению с предыдущими налоговыми периодами произошли следующие основные изменения. В отношении земельного налога применяются новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу в 2019 году. С этими результатами можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Вводится налоговый вычет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку для предпенсионеров. Это лица, отвечающие условиям, необходимым для исчисления пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим до 31 декабря 2018 года. Так что такое единый налоговый платеж? Это определенная сумма денег, которую налогоплательщик перечисляет на соответствующий счет Федерального казначейства в счет уплаты имущественных налогов – земельного, транспортного и налога на имущество. Для оплаты единого налогового платежа теперь можно в течение всего года пополнять финансовый кошелек удобными суммами путем перечисления на свой специальный налоговый счет. При наступлении срока оплаты налоговая служба автоматически спишет необходимую сумму. С 1 января 2021 года происходит автоматические системы снятия налогоплательщика, именно как плательщика налога, единого налога на вмененный доход. Но до этого времени предприятия и предприниматели должны определиться с тем режимом, на который они перейдут и который они будут использовать с 1 января 2021 года. Чтобы избежать автоматического перевода на общий режим налогообложения, рекомендуется заранее подать заявление с указанием подходящего вида специального налогообложения.